Роллеты Группа компании «Лютех» уже более 15 лет производит профили и комплектующие для ролет. И сегодня мы хотим вам рассказать, на что следует обращать внимание при выборе рольставин. Итак, основным элементом любой ролеты является ролетное полотно, состоящее из отдельных профилей. Как же правильно подобрать подходящий для вас профиль? Для этих целей следует определить, в какой из ветровых зон, согласно СНИПу, вы находитесь. Как видно по данной карте, более светлые зоны – это зоны с меньшим ветровым давлением и более темные зоны – это зоны с повышенным ветровым давлением. После того, как вы определили ветровую нагрузку в вашем регионе, следует подбирать профиль. Профиль выбирается, исходя из ширины закрываемого проема, а также исходя из ветрового давления. Все производители, в соответствии с ГОСТ, обязаны проводить испытания на ветровую устойчивость профилей. Суть испытаний следующая. На стенд монтируется ролета из конкретного профиля. Ролета нагружается давлением, соответствующее определенной силе ветра. При этом она должна оставаться конструктивно целостной. Кроме того, после снятия нагрузки, ролета не должна иметь деформации и должна оставаться работоспособной. Рассмотрим конкретный пример. Предположим, наш объект находится в Краснодаре, где ветровой район третий и, соответственно, давление порядка 380 паскалей. Ряд недобросовестных производителей указывает неверные данные, либо указывает их при заниженном ветровой нагрузке. Как это проверить? При заказе вы должны уточнять, для какого давления рассчитана ваша ролета. Так, например, наша ролета из 39 профиля при давлении 50 паскалей перекрывает ширину 3,4 метра. Если же мы вернемся к нашему Краснодару и давление там 380 паскалей, то ширина уменьшается до 1,84 метра. Поэтому при получении коммерческого предложения ваша задача убедиться, что рассчитанная ролета соответствует ветровому классу и ее ширина допускается для использования в данном регионе. Так что же влияет на ветровую устойчивость выбранного нами профиля? Так как профиль изготавливается из алюминиевой ленты, то, конечно же, основополагающим является толщина ленты. Чем толще лента, тем, соответственно, выше будут прочностные характеристики данного профиля, и тем лучше он будет выдерживать ветровые нагрузки. Помимо этого, влияющим фактором является пенозаполнение. Качественно заполненный пеной профиль более устойчив к ветровым нагрузкам, нежели профиль, в котором есть пустоты и недозаполнение. И, конечно же, немаловажным фактором является толщина стенок в шине, которая удерживает полотно в закрытом положении. Чем тоньше стенки, тем меньше устойчивость полотна в закрытом положении. Таким образом, чтобы правильно подобрать ролетную систему, вам следует руководство следующими принципами. В первую очередь, определите максимальную ветровую нагрузку в вашем регионе, исходя из СНИП, либо ГОСТа. Второе, определите ширину проемов, которые вы собираетесь устанавливать, и определите профиль, который будет соответствовать выбранной ширине и ветровому давлению в вашем регионе. Помните, что подбирая ролету с учетом ветровых нагрузок, вы покупаете качественные изделия, которые вам прохожат долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова